23 мая 2002 года. Президент США Джордж Буш Матши прибыл в Россию с первым официальным визитом. Его Боинг с бортовым номером 001 приземлился в аэропорту Внуково. Эти кадры показали все ведущие телекомпании мира. Но ни одна из них не рассказала о том, что случилось буквально за полтора часа до этих событий. Мы вылетели на Сан-12 из Домодедова. И предварительно, когда подписывали документы задания на полет на Берлин, Шонафе, нам сказали, оттуда ли вылетел вам навстречу самолет Буша-младшего. Военно-транспортный самолет Ан-12 считается одним из самых надежных. Неудивительно, что на его основе было выпущено свыше 40 разных модификаций. Редчайший случай в авиации. Именно Ан-12 был основным транспортным самолетом во время войны в Афганистане. Ан-12 оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями. И они не раз доказывали свою надежность в боевых условиях. Шли на эшелоне на высоте 9000 метров. Слышим как раз доклад членов экипажа этого Боинга. United States 001. Когда Ан-12 подлетал к Минску, экипаж увидел самолет президента Джорджа Буша. Мы разошлись друг на другом. Они повыше, конечно, его видны. Он голубой, такой белый-голубой самолет. И разошлись, и пошли дальше. И в этот момент у нас бортинженер говорит, командир, у нас давление падает, топливо второго двигателя. Выключили двигатель, и тут у нас произошел пожар. В этот момент экипаж Ан-12 и оказался в ситуации, которую можно назвать точкой невозврата. Есть в авиации такое официальное понятие – точка невозврата. Это точка на трассе, начиная с которой топлива на борту самолета просто не хватит, чтобы либо вернуться назад на аэродром вылета, либо долететь до запасного аэродрома. Но есть такая точка и в любой критической ситуации. Мы дальше продолжали снижаться. И в результате, значит, у нас загорелось крыло. Пусть ко всему. Через минуту, значит, я опять команды говорю, бортинженер Андрей Гаси, Козлов Андрей, бортинженер Гаси, иначе нам всем, сам понимаешь, что будет. То есть мы на грани буквально. Ну, ситуация была, прямо скажем, спокойная. Никто ничего не паниковал, все было нормально. Это психология человека. Он сразу начинает брать себя в руки, потому что там отказ, надо справляться, надо заходить. Не дай бог, это если еще с пожаром. Точка невозврата – это тот момент, когда уже невозможно повернуть назад. И от того, какой шаг ты сделаешь в данный момент, зависит, как будет развиваться ситуация. А часто от этого шага зависит и сама жизнь. Обычно отказ не очень, а если с пожаром, это серьезно очень. И вот, говорю, он начинает мобилизовать себя, экипаж, все прочее. До Минского аэродрома оставалось еще 180 долгих километров. Николай Гладков уже выискивал место в белорусских болотах, где можно посадить самолет на фюзеляж. Элемент такой, есть такое управление, скольжение. Чтобы поток, который воздуха, да, набегающий поток, сбил пламя наше. Ну, я вот так вот загнал, штурвал сюда и ногу сюда. Ну, как он, крыло вперед вот так пошел, то есть его почти вот так поставил вперед крылом. Ну, ничего, в результате ничего не погасло пламя, а двигатель продолжал гореть. Отказ двигателя с пожаром. Твоя задача быстро зайти, сесть. Задача бортинженера погасить двигатель, он там гасит все. Потом, значит, когда топливо, видимо, все выгорело, двигатель погас. У нас, короче, отгорел закрылок. Естественно, когда мы двигатель увеличили, работу двигателей, то аэродинамика нарушилась, начала коренить нас. Как они сели, наверное, только одному, Богу известно. Когда позвонили вот здесь, главному конструктору, туда, в ОКБ Антоновой, ну, и сказал, говорит, поздравьте ребят. У них, говорит, было всего 3%. Потом, уже на земле, анализируя ситуацию, Николай Гладков предположил, что сбой систем самолета Ан-12, который и вызвал пожар, был как-то связан с тем, что совсем неподалеку от них промчался огромный Боинг президента США. Но борт номер один оказался ни при чем. Причина такая, значит, там 4 хомута на дюрите. Они, значит, были просто затянуты. И вот туда подходило это топливо, большое давление, там, килограмм, ну, где-то 30, так вот, 25 где-то топлива, давление топлива. И вот он сполз с этого угольника. Проверить эти хомуты экипаж не может, да и не обязан. Недаром в авиации говорят, что безопасность в воздухе начинается на земле. И как бы ни был подготовлен экипаж, каким бы весомым ни был этот самый человеческий фактор, очень многое зависит от железа, от того, насколько надежен сам самолет, или другими словами, зависит от фактора нечеловеческого. Сборочный цех авиационного завода. Неважно, какие самолеты здесь собирают, последовательность действий везде, в принципе, одинакова. Когда-то в одном из цехов, похожих на этот, в Иркутске, Воронеже или Ташкенте, собрали и Ан-12, на котором летел в мае 2002 года экипаж Николая Гладкова. Тогда их чуть не погубила халатность тех, кто готовил самолет к вылету, но, возможно, что-то было не предусмотрено в самой конструкции самолета. На современных двигателях обязаны устанавливаться так называемые огненепроницаемые капоты вокруг, ну, центральной части двигателя, рабочей части двигателя. В настоящее время эти капоты делаются из углепластиков, то есть не металлических материалов. Это вот он как легкий сам по себе, так и огненепроницаемый. Огненепроницаемость – это способность защитных материалов выдерживать пламя горящего двигателя в течение 15 минут. Температура при этом может достигать 1100 градусов. Такой материал должен выдерживать воздействие пламени внутри двигателя с тем, чтобы это пламя не вырвалось наружу. Вот эти капоты будут применяться на Ту-204, Ту-214. Если понять эту кривизну, это как раз обвод контура двигателя. Предполагается, что самолёт Ту-204 и его различные модификации должны заменить на авиалиниях знаменитые Ту-154. Если бы на Ан-12 Николая Гладкова была такая же защита двигателя, как на новых тупоревских лайнерах, то пожар не распространился бы на корпус самолёта, и лётчики без риска для жизни посадили бы его. Но производство Ан-12 прекратилось в 1972 году. Тогда таких огненепроницаемых материалов не было. Сейчас ни одна западная авиакомпания не эксплуатирует самолёт возрастом более 10-15 лет. Мы имеем советский парк авиации сейчас, которому уже более 25 лет. А то и за 30, а то и за 40. И эти самолёты летают. По данным Национального управления по безопасности перевозок США, пожарами сопровождаются приблизительно 20% аварий самолётов. И не всегда в этом виноват двигатель. 11 мая 1996 года. Соединённые Штаты Америки. В болотистой местности Флориды спустя несколько минут после взлёта упал пассажирский самолёт DC-9. Эта катастрофа долгое время оставалась загадкой для эксперт. Хотя они сразу же поняли, что самолёт погубил пожар. Но что его вызвало? Ведь DC-9 считается одним из самых надёжных. Ситуация стала проясняться, когда выяснили, что почти все находящиеся на борту 110 человек погибли не от удара о землю. Причиной смерти стало удушье. Очень стремительное. Люди отравились дымом буквально за 2-3 минуты. Дальнейший анализ обломков показал, что произошло возгорание в переднем багажном отсеке авиалайнера. Причём огонь распространялся очень быстро. Здесь тоже представлены, скажем так, фрагменты испытаний об облицовках багажных грузовых отсеков. Основная задача вот всех этих конструкций, чтобы в случае возникновения пожара в багажном отсеке пламя в течение 5 минут не выходило за пределы отсека. Согласно официальной версии, источником возгорания в самолёте ДС-9 стали химические кислородные генераторы, перевозившиеся с грубейшими нарушениями правил перевозки опасных грузов. Один из генераторов, упакованный в картонную коробку, сработал самопроизвольно. При этом его корпус сильно нагрелся, что и вызвало пожар в багажном отсеке. То есть мы здесь видим, что, так сказать, вот прохода пламени в процессе испытаний не было, то есть вот это, это уже просто при демонтаже материала, вернее, вот этого образца, значит, повредилась вот эта часть. Вот, а в принципе, всё тут целенько, и проникновения пламени не было. И самое главное, что сама вот эта вот панель сохранила свои конструктивные свойства, то есть она вот в реальной конструкции не обрушится. Если бы багажный отсек DC-9 отделали соответствующими материалами, то у самолёта был бы шанс спастись. Огонь может проникнуть в салон самолёта не только изнутри, но и снаружи. 24 декабря 1971 года. Самолёт Локхит-188 «Электро» вылетел из Лимы, столицы Перу. Вскоре связь с бортом была потеряна. Позднее обломки самолёта обнаружили в джунглях. Удалось установить, что он взорвался и распался уже в воздухе. Из 92 пассажиров и членов экипажа выжила только одна пассажирка. 16 августа 2010 года. В аэропорту колумбийского острова Сан-Андрес при заходе на посадку потерпел катастрофу Боинг-737. Самолёт рухнул с высоты 80 метров и раскололся на три части. Погиб один человек, 114 получили ранения. Причиной этих двух катастроф стала молния. Над землёй происходит одновременно 1800 гроз. И в течение только одной секунды сверкает 100 молний. Можно ли уберечь самолёт от удара молнии? Такими исследованиями многие годы занимаются по всему миру. Один из ведущих центров таких изысканий – Российский научно-исследовательский институт гражданской авиации. По результатам испытаний были сформулированы рекомендации того, как это избежать. То ли увеличить толщину металла этого элемента конструкции крыла. Вторым альтернативным способом была рекомендация по приклеиванию герметика изнутри, по нанесению герметика на внутреннюю часть поверхности крылья, там, где у нас находится топливо. В России не было ни одного взрыва топливного бака. Ни одного. За границей там было немало случаев. В Штатах там были случаи взрывов топливных баков. У нас в России не было. Как правило, при ударе молнии в первую очередь страдает вся электросистема самолёта. В результате могут выйти из строя радиосвязь, навигация. Такого, чтобы останавливались двигатели, я, по крайней мере, не помню. То есть, как бы, самолёт продолжает лететь. Внутри с экипажем ничего, как правило, не происходит, с пассажирами, потому что разряд повреждает только обшивку и какие-то узлы, агрегаты, может быть. Поэтому электроника дублируется, иногда даже троекратно. Молнии имеют протяжённость в несколько километров и не обязательно возникают только между отдельными облаками или между облаком и землёй. Следовательно, молния может ударить в самолёт, находящийся в стороне от грозового облака. Такой приманкой могут быть, например, электрические заряды на корпусе лайнера. Статическое электричество при трении воздуха появляется. И там везде, значит, все агрегаты и те части самолёта, они металлизированы как бы. То есть, проходят, значит, там медные, по-моему, такие проводнички небольшие, плетёные. Один агрегат по одному там, один у него потенциал, у другого другой, чтобы не было искры и так далее. Ну, сами понимаете, это дровоопасно в самолёте. Чтобы этого избежать, на концах крыльев самолётов установлены электростатические разрядники, токосъёмники. Они представляют собой стержень диаметром 10-12 миллиметров с металлической щёткой, чтобы по нему заряд стекал. По сути, это громоотводы. Они отводят электричество в воздух. Ну, электрический разряд много раз в самолёты попадал. Тут сказать, что там самолёты загорались, это не загорались. Кстати, российские самолёты были одними из самых надёжных, если вести речь о молнии. Например, на Ил-76 таких токосъёмников было 32 штуки. Но есть места на корпусе самолёта, которые молнии любят больше всего. Электрический разряд обычно бьёт в нос самолёта, где радиолокатор, излучение. Концентрация напряжения там, и разряд получается туда. Но молнии бывают разные. Вот на моей памяти есть случай. Молния ударила в носовую часть самолёта Су-27. И удар был такой силой, что практически носовой обтекатель отлетел. Возможно, и катастрофа Боинга-737 в Колумбии, и трагедия с самолётом Локхид-188 электро в Перу были вызваны такими супермолниями. Но это редчайший пример. В подавляющем большинстве случаев всё происходит благополучно. При полёте в Малагу обстановка была нормальная, но уже вечерний рейс выполняли. Сразу после вылета вокруг нас образовали сплошные молнии. То в одном районе, то в другом, то в третьем. И на стекле при входе в облака, при пересечении облачности произошёл статистический разряд, или что, но у нас отказал радиолокатор. Поскольку я уже летал и видел эти облака всякие, у меня опыт подсказал одно, что надо необходимо следовать курсам в то место, где произошёл только что разряд. Вот разряд произошёл, значит, в течение ещё некоторого времени там разряда больше повторяться не будет. Он обязательно будет в другом месте. Иное дело, когда повреждается корпус самолёта. И причин для этого может быть множество. 25 июля 2000 года. Франция. Аэропорт имени Шарля-де-Голля. При взлёте загорелся сверхзвуковой пассажирский самолёт «Конкорд». В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту. 100 пассажиров и 9 членов экипажа. И хотя самолёт считался супернадёжным, эксперты выдвинули гипотезу. Авария как-то связана с корпусом «Конкорда». Отделение ресурса Центрального аэрогидродинамического института. Именно здесь испытывают на прочность корпуса самолёта. Самолёт можно сравнить с большой летающей бочкой. От разряжённого воздушного пространства за бортом пассажиров отделяют всего несколько миллиметров обшивки. Когда вы летите на 10 километрах, вам внутри создаёт давление примерно 0,75, по-моему. Ну, где-то 0,7 от атмосферного. То есть вы чувствуете уже себе достаточно комфортно. Но вот ваш фюзеляж как бы надут изнутри, поскольку за бортом в это время практически давление 0, а внутри вы 0,7. Самолёт в полёте постоянно меняет высоту. Давление за бортом меняется. Иногда стремительно. В результате корпус становится то толще, то худее. В фюзеляже накапливается напряжение. Появляются так называемые циклические трещины. И самолёт может просто лопнуть. Здесь важно вовремя выявить деталь, которая может отказать. Не всегда бывает, кстати говоря, легко её отыскать. И не всегда однозначно понятно, что это она. Но, как правило, ситуация складывается так, что может разрушиться узел в целом. Действительно ослабевает какая-то деталь, но узел разрушается. 8 апреля 1954 года. Самолёт «Комета-1» выполнял рейс «Хитроу-Йоханнесбург» с промежуточной посадкой в Риме. Но в 1907, вскоре после вылета из Рима, связь оборвалась. Комета в это время находилась над Средиземным морем вблизи Неаполя. Катастрофа «Кометы» в 1954 году по тем временам крайне неожиданно. Прочность полностью удовлетворяла, и все необходимые по тем временам требования, которые предъявлялись к авиационным конструкциям, были выполнены. Тем не менее, неожиданно в полёте, это, как правило, происходило на эшелоне, разрушался фюзеляж. В результате катастрофы «Кометы-1» погиб 21 человек. Впоследствии выяснилось, что лайнер буквально развалился в воздухе. Причина – усталость металла. Невозможно создать конструкцию, чтобы в нём не было повреждений. Но надо, чтобы они были таких размеров, и так развивались, с такой скоростью, чтобы их можно было вовремя обнаружить в эксплуатации. В самолёте от вибраций, нагрузок, перепада давления появляются скрытые трещины. Но при этом ничем не дают о себе знать. Как правило, действительно развивается скрытно и достаточно коварно, поскольку видимых никаких изменений в самолёте, в конструкции, не вы видите ни деформации, ни изменения его конфигурации, что привлекло бы внимание. Например, если в разных местах развиваются трещины. Так бывает. Есть основная проблема, например, применительно к самолётам. Она называется так. Многозонное повреждение материала. А тем не менее, в очередном полёте эта трещина, достигнув критического размера, приводит к катастрофическому разрушению. Учёные берут первый серийный экземпляр пассажирского самолёта и буквально издеваются над ним. Заставляют летать в самых неблагоприятных условиях. моделируются критические режимы разбега, наборы высоты, турбулентность, которую вряд ли придётся испытать самолёту. Но лучше недостатки выявить на Земле, где всё под контролем. А бывают несвязанные события, но тем не менее, одновременно произошедшие при отказе, ну, например, двигателя или при вынужденных каких-то нештатных режимах или условиях полёта самолёта. И в этом случае нужно развязать, какое же всё-таки является событие основным, с которого всё началось и какое является, ну, сопутствующим или одновременно возникшим в силу обстоятельств. Пассажирский самолёт служит, как правило, 25 лет или 60 тысяч лётных часов. Здесь его состаривают до 75 лет. Заодно наносят всевозможные повреждения. Например, крыло не должно разрушаться, даже если в нём появляется 30-сантиметровая трещина. Ресурс – это вопрос такой, знаете, двоякий. С одной стороны, безопасность, но она требует затрат. Дело в том, что особенно наша советская школа обеспечения безопасности на первом месте в авиации – это была безопасность. И не считались с экономикой. Но испытать первый экземпляр мало. С конвейера периодически должны браться лайнеры для проверки на надёжность. Именно так когда-то поступали в Советском Союзе. Если брать статистику разрушений, действительно, прилётных происшествий, то наша благополучная статистика. Но испытания в закритических режимах себя оправдывают. Редко, но подобное случается в лётной практике. 3 июня 1973 года. Франция. Знаменитый авиасалон в Лебурже. Во время показательного полёта разбился советский сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144. Лайнер буквально переломился в воздухе в двух местах. Там было превышено максимальной перегрузки. Вы знаете, всякий самолёт, он рассчитан на определённый диапазон перегрузок. Ну, что такое перегрузка? Это подъёмная сила, отнесённая там к весу. Обычно для гражданских самолётов это диапазон, ну, где-то в пределах между там минус единицей и тремя единицей. Если вы выйдете за перегрузку, которая больше трёх единиц, то самолёт разрушится. Он не рассчитан на такие перегрузки. Почему это произошло, даже сегодня остаётся тайной. То ли самолёт уклонялся от неожиданно появившегося по курсу французского «Миража», то ли произошёл сбой системы управления. Но фактически Ту-144 выполнил манёвр, более уместный для боевого истребителя, чем для огромного пассажирского лайнера. Конструкция не выдержала чрезмерных перегрузок. Зал — лаборатория статических испытаний ЦАГИ. Именно здесь самолёты нагружают так, что в результате они ломаются. Но когда именно, вот это и хотят выяснить учёные. Чаще всего такое случается во время больших углов атаки, пике или выхода из него. Статические испытания — это не есть процесс просто разрушения самолёта. По нормам прочности самолёт должен держать на расчётную нагрузку не менее трёх секунд. В этом зале можно воспроизвести нагрузку до тысячи тонн. Это, конечно, запредельная величина, подобная под силу разве что морским кораблям. И не маленьким, а тут пассажирский лайнер. Главное, что хотят выяснить учёные, какова максимальная эксплуатационная нагрузка самолёта. Эксплуатационная нагрузка — это та максимальная нагрузка, которую самолёт может получить один раз в сто тысяч полётов. Но вам не важно, в первом полёте это получится или в последнем, самолёт должен выдержать эти нагрузки. На стенде, что называется, ломают «Суперджет-100». Учитывая разрешённую перегрузку около четырёх тонн, на него навесили почти 170 тонн. И хотя самолёт уже давно летает, испытания продолжаются. Кстати, это было железным правилом в золотое время советской авиации. Именно так взрослели самолёты, на которых мы до сих пор летаем. Наши самолёты, российские, все надёжны. Вся беда в том, что им уже много лет. В процессе эксплуатации, естественно, накапливаются какие-то усталостные дела, которые нужно устранять и где-то совершенствовать. В Советском Союзе самолёты не уставали совершенствовать. Доводили их в процессе серийного производства. Конечно, с точки зрения эксплуатации это было не очень выгодно. Ведь запасные части делали именно для этого борта. Проблема в том, что как такового серийного производства в России сегодня нет. Наш авиапром от сил выпускает в год 10-15 самолётов. Для сравнения, «Боинг» и «Эйрбас» штампуют по 35 машин в месяц. А ведь в Советском Союзе делалось 450 гражданских самолётов ежегодно. У каждой страны, производящей самолёты, есть своя философия, заложена в своих авиационных правилах, по которым делается самолёт. И вот, говорю, задача в Советском Союзе была такая. Пусть, я грубо выражаюсь, скажу, пусть двигатели будут дубовые. Расход не важен. Сколько он будет расходовать топлива, не важно. Самолёт должен быть абсолютно надёжен. А что же «Конкорд», который разбился в парижском аэропорту? Причина катастрофы оказалась банальна. Во время разбега на скорости примерно 280 км в час «Конкорд» наехал на металлический обломок, который валялся на полосе. Покрышка одного из колёс с шасси лопнула. Фрагменты покрышки, ударившие в крыло самолёта, вызвали повреждение обшивки и утечку топлива из бака. Случайная искра и пожар. Для предотвращения пробоин баков в январе 2001 года топливные баки «Конкордов» стали оснащать кевларовой бронёй толщиной в полтора миллиметра. Почти такой же, как в бронежилетах. История с «Конкордом», конечно, исключительный случай. Но когда дело касается конструкции самолёта, мелочей не бывает. Когда закладывалась эта норма, она закладывалась, кстати, давно ещё, то исходили из того, что катастрофы по причинам прочности должны быть не чаще, чем один раз в три поколения. Запредельные режимы в реальном полёте пассажирских лайнеров случаются довольно редко. И чаще всего они происходят, когда необходима экстренная посадка. 8 октября 2011 года. Боинг 737, следующий из Киева в Одессу, вынужден был совершить экстренное снижение. 23 января 2012 года. Самолёт, выполняющий рейс из Ростова-на-Дону в Москву, произвёл экстренную посадку в ростовском аэропорту. На борту самолёта находилось 78 человек. Причина этих чрезвычайных ситуаций – разгерметизация самолёта. Как только это случается, необходимо резко снизить высоту. И при экстренном снижении скорость самолёта может оказаться запредельной. И тогда... Прочный материал. Самолёт не ломается от статической прочности, но он ещё и гибкий. И вот эта гибкость даёт начало явлению, которую называем флаттер, когда на самолёте появляются очень интенсивные вибрации с нарастающей амплитудой, пока самолёт не сломается. Флаттер – это слово наводило ужас на несколько поколений лётчиков и конструкторов. Стремительно нарастающие колебания частей самолёта, возникающие при недопустимых для него высоких скоростях, обычно заканчивались катастрофой. Самолёт с частичными разрушениями может даже вернуться на аэродром. Некоторые лётчики военные умудрялись это сделать в испытательных полётах. Но, как правило, это трагедия. В эксплуатации у нас флаттер не наблюдается, если с самолётом всё в порядке. И такие случаи бывают экзотические, в результате каких-то нарушений технологических или ещё других. Вот самолёт «Гжель», на котором на оперении возник флаттер. 12 сентября 2001 года. На аэродроме Лётно-испытательного института в Жуковском при выполнении сертификационного полёта у ближнемагистрального пассажирского самолёта М101 «Гжель» разрушился руль высоты. Не соблюдали технологию, не соблюдали, изменили немножко конструкцию, не поставив в известность разработчика. И в итоге вот цепочка таких вот небольших нарушений, она привела к трагедии. Самолёт был посажен, но разрушен довольно сильно, а лётчик погиб. Многие из нас видели, как у самолёта при взлёте часто сильно трясутся крылья. Кажется, что они вот-вот отвалятся. На самом деле это безопасное колебание лайнера. Это не флаттер. И чем ровнее взлётная полоса, тем колебания меньше. Исследования флаттера начинаются, когда самолёт ещё на бумаге, на стадии эскизного проекта. Но основная работа происходит во время испытаний специальных моделей в аэродинамической трубе. В Центральном аэрогидродинамическом институте такие исследования ведутся уже десятки лет. Сегодня в ЦАГе десятки аэродинамических труб. На них продувают автомобили, мосты, здания. И, конечно, ни одна крылатая машина сегодня не пролетает мимо ЦАГе. Требования испытателей, чтобы флаттер на самолёте возникал не ранее, чем на скорости в 20% выше назначенной по паспорту. Если этого мало, добавляют ещё ветра и определяют, когда же начнётся флаттер. Только после завершения таких испытаний самолёт получает разрешение на взлёт. Но пока он ещё на земле. Остались последние приготовления. 13 января 1982 года. В Вашингтон, Соединённые Штаты Америки. «Боинг-737» компания «Эйрофлорида» готовился к вылету. Через 24 секунды после взлёта самолёт потерял управление и врезался в мост через реку Потамак. Разломившись на четыре части, лайнер упал в реку, покрытую льдом. Погибли 78 человек. Чудом выжили только пятеро. 2 апреля 2012 года. Тюмень, Россия. Спустя 10 минут после взлёта из международного аэропорта Рощина разбился пассажирский самолёт АТР-72 авиакомпании «Ютейрофл». Из 43 пассажиров и членов экипажа выжили только 13 человек. Причина у этих катастроф одна — «Обледенение самолёта». В этой лаборатории НИИ гражданской авиации проводятся исследования противообледенительных жидкостей. В данной лаборатории проверяется время защитного действия жидкостей и возможность того, что эта жидкость сойдёт с крыла самолёта к моменту завершения разбега. Если она останется, то это будет опасно, потенциально опасно. И то же самое придёт к тому же, что и наличие льда и снега на крыле самолёта. О том, что происходит с самолётом, если его не защитить в такой ситуации, москвичи убедились 26 декабря 2010 года. Ледяной дождь. Так называют метеорологи это явление. После такого дождя многие автомобилисты были вынуждены добираться на работу пешком. Автомобили покрылись толстой коркой льда. Двери было невозможно открыть. Упали сотни деревьев, не выдержав тяжести ледяной корки. Обледенение плоскостей и фюзеляжа совсем не обязательно ведёт к трагедии. Но явление это довольно опасное. Ещё Чкалов и его команда во время знаменитого перелёта в Америку через Северный полюс столкнулись с обледенением. К счастью, полёт завершился удачно. Вот эта вот дождь воздействует на те пластины, которые... Пластина покрыта жидкостью защитной. Она здесь нет, не замёрзли. Нет льда. И те пластины, на которых контролируется скорость на рассаде льда. Здесь лёд есть. Данная жидкость продемонстрировала приемливые свойства в части времени защитного действия. Основная опасность обледенения в том, что когда ледяная корка покрывает поверхность крыла, падает его обтекаемость. А это может привести к катастрофе. При этом важно не переборщить, обрабатывая самолёт особой жидкостью. Скажем, в Шереметьево в 2010 году самолёт иностранной авиакомпании после взлёта он же был предъявлен, поскольку потерял устойчивость после непосредственного взлёта. И после посадки пилот, австрийский пилот зафиксировал тот случай, тот факт, что на крыле осталась не жидкость, которая не сошла с крыла. Обработать самолёт антиобледенительной жидкостью должны были и в Тюмени. Ведь в начале апреля в Сибири далеко не весенняя погода. Результаты комиссии были такими, что одним из наиболее вероятных факторов случившегося это было несомнительное технологии обработки. Вроде, как у нас в простонародье говорят, вот импортные самолёты самые лучшие, хорошие. АТР, да? Неплохой самолёт, всё прочее. Экипаж подходит к самолёту. Разве экипаж не знал, что нельзя взлетать на обледененном самолёте, на крыльях которого есть лёд? Экипаж АТР-72, несмотря на морозную погоду, отказался обрабатывать самолёт. Правда, командир корабля вправе принять такое решение. По дальнейшим действиям и в кабине разговора экипажа, когда они ещё рулили на полосу, уже было понятно, что они прекрасно знали, что самолёт обледенел. Потому что командир второму пилоту говорит, включи противообъектную систему крыла, посмотри, лёд впадает с крыла. Непонятно, почему наземные службы не настояли на обработке. Видимо, определяющую роль сыграло то, что у этого западного самолёта имеется своя, своеобразная система антиобледенения. При её включении на крыле появляются мелкие выступы, сталкивающие лёд. Но из-за сверхтонкого крыла АТР-72, которая моментально лишается подъёмной силы, если нет идеального обтекания, её разрешается задействовать только после набора высоты. Экипаж же включил систему ещё при рулении. Потом включает автопилот на 110-120 метрах и команду даёт убрать закрылки. И убираются закрылки, и самолёт становится на режим сваливания. Начинается тряска. Ребята даже не поняли, что произошло. Потому что второй пилот вдруг говорит, что-то трясёт самолёт. Высота уже 200 метров. Отдай штурвал от себя. Загорается табло стол сваливания. Отдай. Нуль эмоций. Второй пилот говорит, надо на землю передать. Командир корабля говорит, передай, что вот у нас вибрация самолёта и так далее. В общем, и не поняли, и всё. И тут же конец пришёл. 13 января 1982 года в Вашингтоне командир Боинга тоже не стал обрабатывать самолёт антиобледенительной жидкостью. И лайнер разбился. Погубил экипаж и пассажиров фактор, который не предусмотришь при создании самолёта и не устранишь во время испытаний. Конструктора делают всё, я так образно выражаясь, скажу, чтобы защитить самолёт от человека. От неправильных действий человека. Вы знаете, самая часто отказываемая техника в воздухе этот человек, если я вот можно назвать техникой. Вы знаете, что именно человеческий фактор является основной сейчас причиной возникновения происшествий. По статистике, только 10% лётных происшествий связано с отказом техники. Но рассказ о человеческом факторе это уже другая история. Субтитры подогнал «Симон»